Субтитры сделал DimaTorzok На следующий день запустил GTA Видимо, фургон украли Кому такой фургон нужен, я понятия не имею Поэтому мне пришлось достать новый Именно тот, который был, я не сумел найти Он очень редкий, редко встречается в игре Поэтому в этом районе где-то я нашел вот такой Ну что ж Сегодня мы... Поработаем над заданиями Брюси Притормози, притормози Дайте-ка я поеду кое-куда Грюси, но... Там, по-моему, он гонку нам еще предложит Честно говоря, я не люблю гонки в GTA 4, потому что я все время в них проигрываю Не получается у меня никак Тридцать два... Тридцать три... Тридцать пять... Тут кое-кто хочет все видеть... Я занят... Тридцать шесть... Тридцать семь... Привет, Брюси Никого, секундочку... Тридцать девять... Сорок... Ох... Ох... Ааа... Ты в порядке? Ты выглядишь немного... Да, прости, я, видать, немного перекричал Перекричивал? Ну... Тупорылые акулы, амига Заказал ей через интернет От него ты чувствуешь себя настоящим самцом Ты поосторожней с этим мужиком, я слышал, что эта штука делает забавные вещи с твоим, сами знаете чем Я об этом как-то не думал, ты послал мне сообщение, что тебе нужно Мне нужна помощь, я с ума схожу Стоп Чувак Да я просто прикалываюсь В общем, слушай Ты отлично со всем справился Тебе благодарна куча народа Короче, смотри, у этого парня, Лайла, есть тачка, которую стоит угнать Он оставил ее на аллее в конце Юган-авене Если ты заплатишь так же, как в прошлый раз, то нет проблем Естественно Хорошо Ладно, я тогда пойду займусь этим Доблю тебе эту тачку Пока А он восхищается с собой, самовлюбленный человек этот Так Давайте попробуем вызвать такси Роман, братишка, мне очень нужно такси, ты за мной его не отправишь? Все, что пожелаешь, Никобелик, машина скоро будет Роман отправил за мою машину, она прибудет Вместо ее местонахождение показано синим знаком Чтоб сесть с такси Романа, нажмите Е А, нет, Ф, Ф Я не чуть не понял, что мне не садишься Окей, мы... Роман сказал, что я должен тебя подбросить, ты, вроде, водолёжный брат Да Роман может за нами послать вот такое такси Романные клиенты обычно расплачиваются, а вали отсюда, козёл Сам ты, козёл, и тебе в следующий раз как... Зайдите за угол и найдите тачку Вот она Стоит тут Никаких подвохов, Блюсь, полно этих препаратов, у тебя башка совсем... Он пытался угнать тачку Лайлы Я тебе не дам забрать эту тачку Вам меня не остановить, дураки Надо избавиться от этих негодяев Надо остановить их машину Теперь надо оторваться от полицейских Давайте-ка направимся вот сюда Всё равно машина попорчена Ну да, летишь, мать твою Держи, здесь крепче Воу А, ладно Но чем сильнее тачка повреждена, тем нам меньше заплатят за неё Поэтому давайте-ка заедем сюда Чтобы было всё отлично Сойдёт Сойдёт А, я думал, такая же точка тут Оказывается, что нет Нет Абсолютно нет А, вот он Проехал Прюсси Прюсси попросил меня пригнать её сюда Тебе повезло, что она так хорошо выглядит Единственное, что выглядит хорошо, по мнению Прюсси, это его отражение в зеркале Спасибо Спасибо Самовлюблённый этот, Брюсси, конечно Что, мы будем звонить-то ему? Да, будем Блин, у меня капли крови тут Машина в твоём гаража Это было непросто Меня поджидали Чёрт, чувак Если бы я знал, что всё будет так, я бы сам бы за ней приехал Никто не смеет с *** с Брюсси Сделал этот парень Эти диски вращаются просто в чума, знаешь Потусуемся, ладно И я случайно матерное слово тут сказал Ладно В GTA 5 вот этот здоровый зелёный фургон Если угнать, можно денег кучу достать Правда, придётся от полиции поудирать Там две звезды дадут А на двух звёздах на таком Медленно На такой медленной тачке от них сложно будет уехать Тут нигде не будет таксишки, а? Роман Дай мне таксишку Ничем не могу помочь позвонить в другой раз Значит, такси можно заказать не всегда Тут ещё по городу Такси, наверное Такси за кем-то посланы уже Нет, к Дмитрию пока не поедем Ресторан Мне нужно подкрепиться срочно У меня здоровья мало Спасибо Гамбургер за 1 доллар Повысит до максимума здоровья На радаре какой-то прохожий Может мы ему поможем? Давайте-ка поможем ему Эй, как дела? Нормально Это хорошо Очень хорошо Эй, я тебя помню Ты же товарищ, шутишь постоянно, да? О, да, как быстро летит время, когда тебе весело А точно Видать, совсем весело Не сомневайся Слушай, чувак Хочешь по-быстрому срубить бабла? Поедем со мной Я тебе кое-что покажу Найдите какую-нибудь тачку Чувак Иди за мной На этой поедем А то вдруг там пострелять придется Я, честно говоря, не помню уже че там Че там надо, че не надо А ты че упал ты? Садись Моя машина в воздухе Отвези меня на Манстром Стрит Отвези меня на Манстром Стрит Так что ты мне показываешь? Чувак, это должно быть Большая песня в мире Эти парни Существуют Что-то должно быть Более, чем мою ногу Более, чем мелан Более, чем велик Я не знаю, чем я Садись Не difficult Брит Более, блядь Более, мэк Более, кто может Мы предоставляем Больее, чем мы Итак Чего отвези меня на пересечении я конечно еду вообще не по правилам тут я хочу просто побыстрее все сделать полиция на это чуть не обращает внимание хотя если я пьяный за руль сяду то полиция начнет за мной гоняться если он не заметит что подозрительное вождение есть твоя хата типа нет неважно вот твоя денежка спасибо что подбросил можно было и фургон взять ну ладно я же просто уже не помню что тут надо было делать непонятно непонятно хочу я вам сказать дмитрий что он там нам предлагал надо поговорить встретимся на мостках паэрфлэй а лент твой друг дмитрий я конечно в девятой серии планировал поговорить с дмитрием ну ладно сейчас уже ничего не остается дмитрий дмитрий привет садись что у нас за проблем а ты как думаешь михаил мистер фаустин у тебя есть выбор убить своего лучшего друга или умереть чтобы ты сделал а другого выхода нет теперь нет особенно после того как ты убился на петровича у тебя семей нет ты можешь бежать куда бы ты ни отправился тебя всегда смогут найти если очень сильно этого захотят а сейчас они жаждут крови но вы с михаилом много всего связывает это точно я убил мальчишку а теперь они хотят убить меня нет я сказал им что ты наемный убийца они ответили что если ты человек который убьет михаила тебя не тронут вот значит как да выходит что так скоро он выйдет из дома и направится в клуб сделай то что должен знаешь одно я усвоил точно мы должны соблюдать правила игры мы можем играть в игру никобылик но не можем изменять ее правила увидимся дмитрий ты же был лучшим другом не разлей вода с михаилом а теперь ты его предать собираешься как-то это вообще не по-человечески но ладно я выполню свой долг нифига себе люди тут разговаривают конечно не ожидал что такого от них клуб фаустина не далеко совсем поэтому мы тут и останавливаемся фаустин в клубе перестройка никого у тебя нет права на ошибку михаил опасен я оставил тебе броню за углом клуба она тебе поможет твой друг дмитрий друг предатель я тебе хочу сказать ты он был лучшим другом а теперь ты просишь меня убить его броня защищает вас перестрелках шкала брони указывается голубым светом возле шкалы здоровья нико 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 белик вы с дмитрием решили занять мое место да дело совсем не в этом ты сам во всем виноват ты позволил себе зайти слишком далеко если бы не я я ты бы уже был мертв собственно когда ты убил влада дмитрий так и собирался поступить дмитрий тьфу мой брат видишь эта татуировка означает что мы с ним братья навек а он взял и предал меня ты не оставил ему выбора нужно было быть спокойней никому даже дмитрию не позволено успокаивать меня дмитрий думаешь дмитрий выжил бы в тюрьме без меня если бы не я выйдем таможним петухом то бы отправились местные здоровяки я еще не умер есть еще преданные люди охрана взять его у них баблишка то есть охрана охрана дмитрий 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 и тебя кинет вот увидишь я человеку дмитрий предали вы меня с дмитрием вы меня предали ты сам себя предал прости михаил у меня не остается другого выбора прощай да так вот так то Паустин мертв, ты сделал доброе дело, тяжелое, но доброе, надеюсь, это положит начало миру с Петровичем. Броня немного поломалась, но ничего, можно купить новую без проблем, она стоит всего 500 долларов, а у нас всего 10 тысяч, почти 11 тысяч долларов. Спрячем оружие, чтобы... Чего-нибудь такого не случилось, мой дом недалеко, поэтому мы доберемся до него, мы пешком доберемся до него без проблем. Интересно, а с Брюси куда можно сходить? Понятно, пока еще нельзя. Он что-то говорил, потусуемся, ну ладно. Мой дом совсем недалеко, мы доберемся, вы можете позвонить Дмитрию сами, узнать, поговорил ли он с Петровичем, вы можете подождать его звонка. Пока не будем отвлекать его от важных дел, а вернемся к себе домой. Как я устал, надо поспать немного. Ну что ж, дорогие друзья, на этом предлагаю закончить. Огромное всем спасибо, что посмотрели мое видео, с вас лайкосы, подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал Блумадзе, а также группу ВКонтакте. Ну все, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!